всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня влог после отпуска как раз вот чем занимаемся на самом деле ничем не занимаемся вот я как всегда стирка глажка такая легкая уборка в общем всякие домашние дела сегодня такой домашний влог наверно много буду болтать потому что хочу ответить на некоторые вопросы у нас 12 часов дня на улице очень пасмурно поэтому я тут при искусственном освещении что потому что она на улице вообще плохо видно тут у меня касперёшенька душенька спит все не трогал мальчик вот на подоконнике на этом он любит очень спать хотя не совсем туда помещается он мой зайчика зайчика моя пришла вот сейчас еще сегодня мне должны привести корма для животных естественно заказала потому что все все слопали пока мне не было вот и откроем парфюм значит пару вопросов по поводу во первых самого отеля я в одном из видео оставляла второе видео первое видео с отпуска когда можно приехали я оставлял название отеля отель 5 звезд отель очень сильно нам понравился я конечно его советую единственное что на территории отеля все достаточно дорого там если вы даже берете все включено то у вас будет она тоже алкоголь туда не включен те же какая-то еда перекусы там напитки на пляже тоже это все не включено например на пляже два пива стоит 1700 рублей если перевести на наши деньги вот но такое да цены в эмиратах вообще конечно достаточно высокие например съездить мы были в эмирате 1 сельхайма это за шаржей шаржа шаржа если не ставлю не туда ударение извините пожалуйста мы кстати 2017 году были с мужем и были на обзорной экскурсии по дубаю на пальме вот этой были он там целый день это экскурсия такая прикольная экскурсия мы были 2017 году и мы были вымирать из шаржа шаржи и говорят все подешевле отеля дешевле в общем все дешевле вот но шаржи нельзя не купить алкоголь не пить алкоголь вот так что имейте это ввиду но кому все равно то как бы шаржи на самом деле говорят что дешевле всего не жить и отеля подешевле и при этом и так же около моря и ближе к дубаю получается так вот доехать просто до дубая мола 250 долларов мы с мужем с детьми машина туда-обратно но как бы перебор то вот так что цены данного цена на продукты но думаю блин продуктовом магазине но чуть подороже чем торговом центре на продуктовом магазин такой я снимала показать чуть подороже чем у нас в россии не намного конечно но подороже в общем цены до цены в арабских эмиратах те еще вот по поводу пцр теста меня спрашивали но первых вы же знаете все может поменяться когда вы будете там лететь может быть ухожу по совершенно по-другому но я расскажу как было у нас до вылета мы сдали пцр тест с мужем детям до 12 лет сдавать пцр тест не нужно соответственно вот и мы сдали тут какая-то у нас платная лаборатория 2 499 на одного человека то есть один тест стоит и нужно обязательно с собой загранпаспорт нужно указывать что вы выезжаете да куда вы выезжаете и все автоматически загружается на госуслуги на вот туда вот ну вы поняли в общем вот тест делается буквально за сутки но могут вы сдали что-то там часов 3 в 4 и на следующий день утром уже были результаты тест у нас были отрицательны по прилету в арабские эмираты нас прям вот весь самолет таким коридорчиком отдельно повели и такие там кабинки и мы все сдавали тест что самое интересное у нас россии берут вот этот мазок из носа и изо рта то есть прямо туда в глотку достаточно сильно запихивают но по крайней мере там где мы сдавали в арабских эмиратах вот такой длинные палочки только из носа но достают прямо до горла то есть там прямо запихивают такое мерзкое ощущение на самом деле вот и результаты теста были уже готовы на следующий день тоже они у нас были отрицательны в арабских эмиратах тест бесплатный по прилету вот и обратно когда мы уже прилетели мы получается прилетели в москву москве просидели в домодедово 10 часов это конечно нечто вот и потом уже полетели в питер так вот когда мы прилетали в москву мы заполняли бумажку такую точнее муж у меня там заполнялся это все это отдавалось то есть мы получили багаж отдали вот эту бумажку и уже пошли потом на посадку да ну в зал ожидания вот и после того как мы прилетели в москву вот с этого времени в течение трех дней мы должны сдать тест пцр и пцр тест уже мы опять же в той же лаборатории но при лету получается и он уже стоил 1700 там с копейками 1800 на человека и также он был готов на следующий день вот такая история то есть если вы летите за границу то тест вам дороже вот и также у нас тесты были отрицательные результаты приходят на электронную почту но для вылета нужно распечатывать с оригинальной печатью для вот уже как по прилету нет не нужно и все это автоматически загружается на госуслуги туда вот с пцр тестом все в аэропорту все чисто что в домодедово что в пулково все постоянно протирают даже мне кажется есть этот запах как вот этих не спирта вот такой знаете запах есть такой вот ну как не не станет хлорки а вот какой то такой да все постоянно протираются мы были там ночью я там ночью ходила вот и все равно все это протирается все убирается полы постоянно намываются туалеты чисто все чисто я не знаю самолет и протираю ничего во время полета там конечно же не протираются но может быть между как-то протирается вот то же самое в арабских эмиратах мы были в аэропорт дубай приземлялись там тоже все чисто все протирается постоянно все ходят и так далее поэтому мне кажется вот в плане гигиены торговые центры например у нас санкт-петербурге таким похвастаться не могут вот поэтому мне кажется как раз таки в аэропортах там как-то по безопаснее в этом плане вот надеюсь что я на это вам ответила вот еще хочу показать мне тоже писал что тоже едет ну в разные там страны отдыхать скоро поедет я хочу девочки от всей души посоветовать вам один крем купить приобрести потому что это нечто он подходит и для детей и для взрослых я его уже вот так вот раз волосы мои как всегда видите что у меня с ним стало я бы уже разрезала у меня буквально чуть-чуть и я его еще домазываю уже здесь я оставлю вам на него ссылку заказываю я обычно на фармакосметики продается в обычных аптеках я видел называется он пост гелиус как-то так вот так вот это специальный крем восстанавливающие средства после загара для лица и тела облаждает выраженным успокаивающим увлажняющим липидовосполняющим свойствам подходит для очень чувствительной склонной к аллергии кожи с видимыми покраснениями после пребывания на солнце содержит глицерин масло критер термальную воду и так далее если вы есть собака с котом играть если вы вот обгорели не сильный солнечный ожог а небольшое такое покраснение где-то на лице или в любом в любом месте вашего тела вы намазываете принимайте душ намазывайте этот крем на ночь он не липкий он начали такой дает такой блеск такой но на самом деле он не липкий все это хорошо впитывается утром вы встаете у вас очень комфортно кожи персидский залив он очень соленый он настолько соленый вы выходите из воды действительно там нельзя открыть глаза очень щипет вы выходите из воды и если вы сразу не смываете себя все через какое-то время прямо такой белый налет я так понимаю что это прям соль такая очень сушит кожу вот эта штука вообще бомбическая восстанавливает сильный ожог солнечный он конечно не восстановит но вот бывает знаете такое легкое покраснение или какая-то стянутость кожи от постоянного пребывания на солнце и в соленой воде вот это все отлично восстанавливает и детей мазала и мужа мазала и в общем себя мазала целый чубик вот у нас ушел за неделю хотя его нужно немного тут чуточку осталось я уже дамажу и выброшу так что очень советую вам ну и я достаточно загорелая хотя мазалась из пф-50 и днем не было на солнце но говорят что там под зонтиком можно под одеждой можно загореть как-то так давайте распакую на самом деле я уже распаковала это производство действительно арабские эмираты это духи туалетная вода как-то так здесь у меня находится вот такая вот коробочка это то что приобрела я как раз таки очень советую там есть торговых центрах как бы такие островки где продается там какая-то американская парфюмерия еще какая-то парфюмерия непонятно а это прямо такой бутичок такой маленький да заходите там такой диванчик стоит там такой мужчина который кстати разговаривает на арабском на английском очень очень плохо потому что он пользовался через телефон он наговаривал на арабском и ставил русский перевод чтобы со мной общаться потому что даже на английском очень плохо говорил вот странно но вот так вот вот здесь все написано что здесь дубай производства дубая в общем вот и внутри лежала вот такая вот карточка с пирамидой пирамида вообще не замысловатая но у них у всех ароматов там я так понимаю что не замысловатая пирамида здесь розмарин марокканская роза цитрусы и базе кедр вот и все немного но аромат очень классно там еще один мне аромат понравился но я уже не стала его брать о де парфюм парфюмированная вода да снимается вот эта штучка здесь вот так вот коробочка конечно красивая но сам флакон мне не очень нравится я честно признаюсь вот такой вот здесь вот красивейший флакон и кстати мужчина мне и коробочку там чем-то другим надушил и сам пакетик который до сих пор пахнет между прочим очень вкусно такими специями пакет пахнет до сих пор вот так вот выглядит здесь еще вот так вот была вложена вот эта бумажка и вот так вот выглядит сам парфюм здесь у меня сколько миллилитров 60 миллилитров в этом флаконе но очень-очень стойкий держится вот пока я не знаю на одежде мне кажется несколько дней будет держаться продавец сказал что не содержит спирта что здесь только натуральные масла но не знаю вот и вытаскивать здесь вот такая вот ведь штучка есть и вот флакончик и вот такой вот флакончик флакончик мне не очень нравится не знаю почему хотя здесь такая как типа роза нарисована на роза петров это как-то так называется вот по поводу подделок я сомневаюсь что это подделка потому что сама даже коробка очень хорошо сделано но обычно подделки они как бы их видно дает спиртом здесь не отдает аромат очень-очень стойкий и он чем-то мне немного напоминает дизиана тренсик асиопею которая стоит 15000 это стоит дешевле я сейчас пыталась вспомнить сколько он стоит по моему мне продавец продал все это дело за четыре с хвостиком итоге вышло 5 тысяч что-то в районе 5000 стоит того однозначно вот аромат майни мальчишки сказали что пахнет бананом он какой-то такой сливочной то есть вот это вот марокканская роза она видно дает плюс цитрусовые и плюс вот этого деревяшечка очень вкусно аромат никаких здесь специй нет но это это нечто вообще но такое ощущение что здесь вот какие-то цитрусовые бананчики что-то сливочное и какая-то вот какие-то немножко специй и каких-то немножечко деревяшек обалденный будьте в эмиратах я очень советую очень хорошо здесь вот прям так защелкивается на вот этот флакончик и немножко такой действительно масле мистая вставляет такой вот возможно это действительно масло но аромат очень классный очень такой прям мне понравилось прямо безумно вот поэтому не смогла пройти мимо вот кажется что да даже не деревяшка какие-то перчики такие в общем очень вкусно и вот то что мне подарили в подарок он мне дал вот так вот здесь открывается вот этот аромат мне не понравился я не знаю зачем мне в подарок вот хотя я говорила мне дал его протестировать я говорила что мне не нравится но вот такой 15 миллилитров малышечку видно нравилось очень продавцу потому что он говорил что это просто нечто потрясающее уже не знаю здесь пирамиду но этот аромат он более такой мужской он более здесь много специй каких-то такой ну да он такой тоже цитрусовые но больше каких-то вот какая-то специя здесь такая есть прямо въедливая такая прям ух такая специя вот и он мне на чем-то мужской наверно из-за этой специи но такие ароматы вот которые немножечко мужской такой блюд мне тоже иногда нравится вот иногда имеет просто быть но приятно сделать подарочек очень приятно а вот такой вот малюточку 15 миллилитров вот не знаю что тут что написано в общем буду наслаждаться вот кстати кружки довезла свечки довезла все довезла я их упаковывать эту упаковочная бумага потом еще в одежду вот так вот заматывают и раскладывая в чемодане между тоже раскладываю одежду кладу то есть так все прям хорошо упаковываю я как-то однажды вот такую вазу привезла мы были когда с мужем в тунисе очень-очень давно кстати муж меня хочет в тунис говорит что надо туда вернуться на острове джерба были еще 2008 наверно году вообще давно давно потом что конфликт у нас были поэтому поэтому как-то так в общем коллекция моя пополняется конечно ну как я без парфюма как я без шарфа не слышу странно что есть украшения не купила вот у меня муж тоже говорит очень странно что ты себе новые сережки не посмотрел на самом деле мне понравилась там золотая цепочка и на золотой цепочке такой цветок такой красивый очень был из из такого лимонного золота очень красиво сделано но просили за него что 27000 или что-то в этом духе по грамм золота не стоит того то есть у нас дешевле я как вы знаете еще такая вот в общем я не стала брать но сережки на блока приобрести говорят там очень качественно очень хорошего это лимонное золото она стоит того и вот кстати гид который экскурсию проводил говорит что она стоит должно стоить столько же сколько у нас в россии получается дороже может я на такого продавца набрелась он даже не стал мне предлагать и дешевле потому что вот этот парфюм мне вначале побольше цены предложили я стою такая как бы начало сомневаться мальчишки мои где-то там пришлялись вот так что вот так вот ну что должны привезти корма и надо приготовить сегодня ужин сегодня у меня стирки полно как всегда вот так что так вот немного обо всем такой влог после отпуск я еще тут по приезду заказала своим детям фасадом еду ниже меня бедняги меня к там старшим еще есть пакетики это я заказала тем кому на самом деле нужно на диету сесть это ботки такие взяла 10 плюс потому что там что 8 плюс еще есть не было в наличии вот ветеринар не сказал что все-таки лучше но по возрасту кормить чем для молодых давать в общем вот такие пакетики не заказала но это и качестве изнуть но на диету садить вот это для котят маяку на целую упаковку здесь 12 штук а здесь оказывается 10 я думала тоже 12 штук 2 сверху доложили много не мало вот это джуси вот видите с 10 месяцев она в январе уже будет год так что я уже такие для таких вот собачек даю так что это влажный карман и у бон и у меня закончился корм тоже видите 8 плюс да тебе 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 только на диету надо тебе дать это у меня раз это раздобрела малеха малеха раздобрела да вот в общем вот такой еще корм больно да люблю тебя люблю люблю вот такую большую упаковку 15 килограмм остальных пока есть так что сразу заказала я вообще из тех кто найти не довожу до конца у меня всегда должно быть про запас мне должно быть всегда чуть больше то есть там остается немножко я уже заказываю еще немножко остается я уже заказываю бонечка как всегда воду пьет когда мама снимает вот так что сейчас буду убирать главное просто так есть еда у котов я когда уезжала много купила заходила магазин фитшоп и много там тоже целую упаковку купила но они у меня едят по чуть-чуть у меня которые мои пожилые каспер и гуничка они у меня я им даю чуть-чуть буквально вот им один пакетик вот такой тоже роял канин он им на 2-3 дня вот то есть по чуть-чуть да и потому что они не едят они вот это все слизывают поэтому я даю буквально по чайной ложечке и все они послизывали немножко и съели как только много даешь вообще перестают есть просят при этом и перестает сухой корм есть в общем они у меня такие старики вредные вот ну а этот конечно тоже много есть чем всем кому на диету надо всех всем я купила корм он тут у нас он тут что творится все что-то раздобрели у меня балуются дети особенно вдвоем вообще как широчка смошерочка очень дружит это здорово ну что этот быстренько приготовила ужин запекла это форельку которую купила в ленте духовочки быстренько немножко со специями вот это я пожарила детям из грудки индейки ну такие наггетсы по обжарила их так получше чтобы они в общем дети у меня так больше любят сделаю еще салатик просто помидорчики огурчики и немножко майонезом добавила и картофельное пюрешечку сделала вот такой быстрый незамысловатый ужин вот детям нам сможем все это будем кушать с пюрешечкой так что будет вкусно и с салатиком так что всем кто кушает приятного аппетита и нам тоже приятного аппетита ну ну Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон